Трудно говорить о войне, особенно теперь, когда нас отделяет от нее жизнь целого поколения. Все меньше становится очевидцев того героического прошлого. Зарастают травой поля великих сражений. И только человеческая память может восстановить события тех лет. Мы тоже не были участниками тех событий, но вместе с участником Великой Отечественной войны, нашим дедушкам, Ведяком Федором Ивановичем по крупинкам вспоминали те далекие фронтовые годы. Время берет свое, и теперь Федора Ивановича нет с нами. Высокий, сухощавый, с седыми волосами, с трудом передвигался по комнате, но с живыми, искрящимися глазами, радостно встречавший нас. Может, подчас и не помнил, что было вчера, но события тех героических лет наложили несмываемый отпечаток в его памяти. Родился Федор Иванович 20 октября 1921 года в большом селе Шигаево в семье простого крестьянина Ведякова Ивана и его супруги Федоры. Семья была большая, и двоих старших сыновей Федора и Александра по приказу о всеобщей мобилизации призвали на защиту нашей Родины. В декабре 1941 года, пройдя три месяца в учебной части на станции Посевная Черепановского района, был отправлен на Северо-Западный фронт 235-й дивизии, 806-й полк, 4-я рота, пехота. Как подшучивал дедушка, пехота, тысяча километров прошел и еще охота. Некоторое время воевал под командованием Рокоссовского. Очень тяжелые бои шли под Ленинградом. Немцы задались целью во что бы то ни стало захватить город, стремясь не допустить прорыва. Советское командование провело ряд контрударов из района Старой Руссы. Этот натиск был отражен, и выйти в тыл новгородской группировки немцев советским войскам не удалось. Началась блокада Ленинграда. И части, в том числе и воинская часть номер 2125, где воевал сержант Ведяков, оказалась на три с половиной месяца в окружении под Старой Руссой. Впечатления о днях, проведенных в окружении, очень ярко жили в его памяти, поражая своим стремлением выжить. Город стоит на болоте, роешь оков, чтобы хоть как-то оградить себя от бомбежек. Два раза копнешь лопатой, выступает вода. Постоянно сырая одежда, сушить негде, костры разводить нельзя, заедают вши. Одежда менялась раз в месяц, есть было нечего, горячее питание отсутствовало. Давали по четыре кусочка сухого хлеба в день, вспоминает дедушка. Потери были огромные. В феврале 1943 года, когда прорвали кольцо обороны, воинская часть продвинулась на ржев. Здесь же он вступил в ряды КПСС. В одном из боев сержант Ведяков вынес из огня командира батальона, за что и получил медаль за отвагу. Федор Иванович с улыбкой вспоминал, что перед боем им давали по 100 грамм для храбрости. 16 февраля 1943 года дедушка был тяжело ранен. С поля боя его вынесла на себе медсестра. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, и молодой организм победил. Оказавшись в глубоком тылу, в госпитале города Ростова Ярославской области, Федор Иванович встречает своего односельчанина Чевтаева Корпея Тимофеевича. После лечения 27 июля 1943 года отправился на переформировку. Когда бойцов построили, внезапно началась бомбежка. Спаслись всего 50 человек, вспоминает Федор Иванович. Сержанта Федора Ивановича направили в пограничный отряд города Бреста. Оттуда по заставам по 50 человек. Вдоль реки Буб, 15 метров контрольной полосы, там же стояли ракетные установки, была налажена связь. Ходили в наряд по три человека, проверяли контрольную полосу. Через эту полосу пробирались уцелевшие бандеровцы, предатели, которые во время оккупации воевали в отрядах украинских повстанцев под руководством Гитлера. По приказу Жукова за беспредел в отношении мирного населения ликвидировать банды бандеровцев. За поимку главаря бандеровцев, фамилии дедушка не помнит, сержант Ведяков награжден медалью за боевые заслуги. Награда нашла его через 7 лет после войны. Как мы узнали о том, что пришла победа, нас построили и объявили об окончании войны. Поздравили. Налили фронтовые 100 грамм. Вспоминает дед. 21 мая 1945 года пришел приказ о сдаче оружия. Вслед за этим новый приказ. Нужно обучать новое поколение. Так что домой дед вернулся только в 1947 году. Судьба подарила солдату самое дорогое – жизнь. Вернулся Федор Иванович в звании старшего сержанта. А его гимнастерку украшали ордена и медали. Имеет награды. Орден Отечественной войны второй степени, медаль за отвагу, за боевые заслуги на границе, медаль за отвагу под руссой, юбилейные медали. С 1947 года работал в колхозе имени Молотова, рабочим, бригадиром полевой бригады. В 1952 году закончил курсы ветеринарных врачей в городе Куйбышеве и до самой пенсии работал ветеринарным врачом. Война не обошла стороной ни один дом, ни одной семьи. День Победы остается священным днем для каждого участника войны, для каждого ветерана. А вместе с ними и для нас, их детей и внуков. День Победы остается священным днем для каждого участника войны.